Фото- и видеофиксация нарушений, снижение разрешенной скорости и увеличение штрафов. Украинцев ждут измененные правила дорожного движения. Все это ради безопасности на дорогах, ведь количество аварий в стране растет постоянно. Министр внутренних дел Асановаков представил проект новых ПДД, и их изучила Инна Томина. В Киеве серьезная травма. В день получают в среднем около 4-5 человек в авариях. И, к сожалению, где-то один-два человека, бывает, погибают. Влад Антонов – человек, который о ДТП знает многое. Он журналист, который специализируется на дорожной тематике. Говорит, Украина в европейских лидерах по смертности на дорогах. И главная причина аварий – превышение скорости. Когда легковой автомобиль, попадая в аварию на скорости 60 км в час, это одни последствия. Когда он едет со скоростью 80 км в час, это абсолютно другие последствия. И опять же, когда автомобиль сбивает пешехода, допустим, отчаянно тормозя, удар при 30 и при 60 км в час – это абсолютно разные вещи. Поэтому скорость – это один из самых главных факторов тяжелых последствий. Снижение скорости в населенных пунктах 60 до 50 км в час, о которых последние полгода, говорят власти, не за горами. Кабмин одобрил изменение правил дорожного движения. Есть автомобили, для которых абсолютно режим скорости в месте, элементарная безопасность абсолютно не имеет никакого значения. Он тиснет на газ, не знает, что такое гальма, и гоняет как по Киеву, так и по другим местам и населенным пунктам. В новых изменениях речь идет о фото- и видеофиксации нарушений, о снижении разрешенной скорости и о увеличении штрафов. Детали рассказал глава МВД. Но самые жесткие штрафы ждут тех, кто сел за руль без прав. За это придется заплатить в 20 раз больше, чем сегодня – 10 тысяч гривен. А если были конфискованы права, то и все 20. За повторное нарушение – больше 40 тысяч гривен. Предлагают увеличить и срок тюремного наказания за вождение под градусом. За порушение ПДР особой, которые керуют транспортными засобами в членном нетверезном состоянии, что спричинило смерть особой, або задело тяжкие телесные ускорения, по крайней мере, по избавлению воли, от 7 до 12 лет, по избавлению права керувания транспортными засобами. Порядок получения прав тоже изменится. Первое удостоверение водителю выдадут на два года. Если за это время будет меньше двух нарушений, то срок действия документа продлят на 30 лет. За три нарушения и больше придется сдавать экзамен повторно. Эта мера не популярная. Водители и общество в целом будут сопротивляться, скажут, что вы возвращаетесь обратно во времена ГАИ. Но опять же, общество должно решить, либо продолжать гибнуть в скоростных пьяных ДТП, либо подвергаться более жесткому контролю. Все эти предложения уже на следующей пленарной неделе должна будет рассмотреть Верховная Рада. Инна Томина, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.